В общем, всем добрый вечер. У нас сегодня в гостях Роман Коновалов, художник и по совместительству фотограф, или наоборот, фотограф и по совместительству художник. Как правильно, Роман? Я думаю, что они уже выровнялись. Изначально был фотограф, есть фотограф, а к этому еще присоединился художник. И фотограф, и художник, уже, наверное, устоявшийся в каком-то смысле. Здорово. Ну, значит, получается, что вы, в общем, умеете и искусство делать, и, соответственно, умеете его фотографировать. Фиксировать, да. И это плюс, который я в себе ощущаю, потому что если мне нужно снять мою работу, я могу это сделать сам. И не надо никуда обращаться, и не надо тратить лишние ресурсы. Супер, потому что вот у меня, например, очень большая проблема существует. Я вечно, в общем, начинаю готовиться к выставке, в общем, ее делаешь, там, собираешь, работаешь. В итоге сделал открытие и забыл про это. Вот. А потом, когда уже выставку разобрали, думаешь, блин, ни одной фотографии нет. Есть там кто-то, что-то сфотографировал в соцсетях или во время монтажа. И, в общем, оказался без фотографий. Я так понимаю, что, Роман, вы сегодня расскажете, как избежать этих проблем и правильно отфотографировать свои работы. Именно так. Сегодня я расскажу, как фотографировать произведения искусства свои, в смысле художнику свои работы. Можем начинать, наверное, да? Да, да. Всем добрый вечер. Для начала надо понимать, для какой цели делается фотография, для какой цели нужна документация. Один вариант – это когда нужно просто сфотографировать, и среднее качество подойдет. Например, ставить презентацию, отправить на OpenCall, где-то кому-то показать. Другой момент – это когда нужно изображение для какого-нибудь каталога, где требуется и правильная цветопередача. И хорошее разрешение. А иногда нужно просто для себя снять в приемлемом свете, в хорошем, чтобы также, как документацию, сохранить это на время. И в любой момент в будущем, когда это понадобится, можно было бы использовать. Чтобы все понимали, фотографы бывают разные. И можно прибегать к услугам за материальное вознаграждение, просить, чтобы они фотографировали. Чтобы, например, сравнить, назову какие-то цифры, так как после того, как я расскажу, какой нужен цвет, я сделал подборку минимального оборудования, которое человек может себе приобрести, художник. И больше, если у самого получится по схеме все делать, то больше не обращаться за этими услугами к профессиональным фотографам и не платить им за это деньги. Некоторые фотографы берут минимально за выезд, например, там, 10 тысяч рублей. И могут сказать, что буду работать по часам, сколько сниму, столько сниму. Но минимальный выезд столько. Это я говорю про съемку просто работ, объектов. Некоторые могут сказать, что там 900 тысяч рублей один объект. Например, там, 10 картин – это 8 тысяч рублей. И так каждый раз. Как набрали какой-то объем работы, их надо фотографировать. В этом деле есть момент – фотоаппарат. Как правило, обычно это самая дорогая часть. Чем лучше матрица в фотоаппарате, чем выше разрешение, тем он дороже. Но есть и бюджетные варианты, которые тоже подойдут. Про фотоаппараты мы сегодня углубляться не будем, потому что у каждого своя на это возможность. У некоторых, может быть, уже есть какие-то фотоаппараты. Даже старые фотоаппараты 10-летней данности тоже могут подойти. Можно снимать на телефон. Но то, что я говорил вначале, на телефоне получается рыхлая картинка. И это может хорошо подойти для какой-нибудь презентации, кому-то показать, но не для профессиональной печати куда-нибудь в каталог. Но, опять же, для себя зафиксировать на телефон тоже можно. Итак, мы начнем с импульсного света. Есть два типа света. Есть постоянный. То, что горит, то, что светит, то мы и видим. Например, такой свет используют видеографы. Это просто световые панели или источники света, которые просто светят. А есть импульсный свет. С ним, с одной стороны, сложнее управляться, но он надежнее. Итак, у нас на картинке схема света вместо человечка. Мы представляем объект или картину. Свет должен располагаться слева и справа. И светить равномерно, как бы вскользь по картине. У света должна быть одинаковой мощности, одинаковое расстояние. Прибор называется флешметр. Дальше я про него расскажу. Он замеряет свет. И он замеряет мощность. Он показывает настройки, которые выставляешь в фотоаппарате. Но если такого нет, то просто вспышка одинаковой мощности и одинаковое расстояние от объекта съемки. Слева и справа. Бывает такой момент, что картина уже покрыта лаком. И она может бликовать. Тогда на этот случай есть вариант. Видите, здесь фотоаппарат, объект и вспышка. Она как бы отвернута назад. При этом нам нужен белый потолок. Вспышку мы отправляем под углом 45 градусов в потолок. И получается, этот отраженный свет, он будет мягче. Если картина лаковая, то она не должна бликовать. Но в этом случае есть нюанс, что, может быть, недостаточно света будет падать на низ картины. Тогда, возможно, ее нужно чуть повыше поднять. Ну, так же выше к потолку. Это вариант, если у вас один источник света. А если у вас два источника света, то, конечно, лучше оба источника света направить влево и вправо. От картины в сторону потолка, создав отраженный свет. Давайте я расскажу про набор минимально необходимой техники. А потом вернемся к настройкам фотоаппарата. Романа, я вот, извините, перебью. А если мы, например, стоим перед картиной условной, два светильника, они будут как бы не боковым вскользь светом идти, вот как бы под 45 градусов. Это неправильно? Если мы напрямую светим на работу? Ну да, ну как бы вот под 45 градусов. Скорее всего, будет картина даже бликовать. Что-нибудь, какие-нибудь эффекты проявятся. То есть лучше вот когда прям именно боковой вскользь идет светным. Да, тогда он ровно высвечивает. Здесь опять есть такой момент, когда, допустим, нужно сделать стопроцентную репродукцию изображения. Это там нужно и в цвет попасть, и все остальное. Это вот вообще такой свет, он для съемки репродукции. А про цвет я сейчас дальше расскажу, как быть. Сейчас я сделаю демонстрацию. Сейчас видно, да? Да. Значит, для того, чтобы использовать импульсный свет, мы сейчас говорим просто про объекты, а в конце мы подойдем к съемке экспозиции, выставке. Я тоже покажу примеры фотографий. И для того, чтобы так фотографировать, нам нужно два источника света импульсные. Вот я зашел на зону, есть компания Godox, она делает бюджетные варианты, у нее есть. Вот, например, две вспышки, это будет стоить 12 тысяч рублей. Вспышкам требуется синхронизатор, который одевается на фотоаппарат и синхронизирует вспышки. Он компании Godox. И нужно понимать, если у вас Nikon, то вы покупаете синхронизатор Godox для Nikon. Если у вас Canon, Godox для Canon. Если Olympus или Fuji, то всегда обращать внимание надо на для какой компании, так как это сторонняя компания китайская, она делает для всех. А то купите синхронизатор для Canon, а у вас будет фотоаппарат Nikon, они могут не контактироваться. Значит, нам требуется два источника света, синхронизатор, две стойки, на которые мы ставим наши источники света. Синхронизатор 5000, две стойки 4000. К ним требуется крепление. Вот такое маленькое фотографии. Это крепится на стойку. Этот крепеж одевается вспышкой, там есть отверстие, чтобы закрепить зонтик. И два вот таких зонтика на отражение. Две штуки 1000 рублей. Далее, вот мы подошли, нужна цветовая шкала. Вот она называется, например, Data Color, цветная карта, стоимостью 7000 рублей. Это для того, чтобы нам выравнивать баланс белого. Для того, чтобы цвета на нашей картине не врали. Так как настройки фотоаппарата и самоосвещение, они могут менять цветовую температуру. Картинка может быть более теплая или более холодная. Например, я тоже покажу. Нужно оперативно снять, такой цветовой шкалы нет. Всегда поможет белый лист. Можно взять белый лист бумаги. Вот выставили свет, поставили картину, рядом с картиной поставили цветовую шкалу или лист белой бумаги для печати. Сфотографировали, чтобы потом это использовать. Мы потом перейдем к настройкам фотоаппарата. Сразу скажу, что снимать нужно в формате RAW. Есть JPEG, есть RAW. Чтобы качественно потом обработать файл, и на выходе была хорошая картинка, нужно снимать в формате RAW. И этот RAW потом загружать в Lightroom или Photoshop. И там уже корректировать цвет. Потом я вкратце также расскажу. Фотографировать нужно фотоаппарат выстроить не на автомат, а на мануал. Ручная установка. Характеристики тоже перечислю. Вы их можете законструктировать или потом при просмотре еще раз взять. Еще необходима такая вещь. Вот, может, почему профессиональные фотографы берут много. Экспонометр флешметр. Минимально, вот я нашел, он стоит 30 тысяч рублей. Кроме того, что он показывает настройки света, обычно, если прямо вот нам нужно супер качественно сделать, мы берем картину, замеряется свет по углам картины и по центру. И таким образом, то есть у нас одна вспышка может быть там стоять в двух метрах, справа другая вспышка в четырех метрах, слева. Но этим прибором мы замеряем падающий свет на картину, тем самым выстраиваем мощность на вспышках. Но можно и без этой штуки обойтись. Для художников важна цветопередача, цветовая шкала. Если ее нет, белой лист бумаги. А, как я говорил вначале, вспышки можно поставить на одинаковую мощность, на одинаковое расстояние от картины, а дальше уже настройки в фотоаппарате подкрутить, чтобы все получилось. И у нас получается, вот в итоге, если не считать флешметр, экспонометр, то у нас получается 31 тысяча рублей. Это значит, вам нужен фотоаппарат, и на одну 30 тысячу рублей можно купить комплект света, с помощью которого можно сфотографировать свои работы. Получается, вариант побюджетнее на 7 тысяч рублей. Это постоянные источники света. Это вот такие панели. Просто покупаются две панели и две стойки. Но постоянный свет, с одной стороны, мы его сразу видим, но он более капризный. От него может быть больше бликов, он может бликовать, и его сложнее будет выставить. Ну, тоже можно попробовать. И понять, что тоже нужно светить сквозь, а не на саму работу. Если прям в лоб светить, будет бликовать. В принципе, по свету все. Есть два варианта, есть вот такие комплекты. Если плохая освещенность, грубо говоря, если мало света, так бывает при постоянном свете, потому что если постоянный свет тоже бюджетный, он бывает недостаточно мощный, и настройки фотоаппарата могут тоже не позволять четко сфотографировать. Могут быть смазы, или приходится поднимать ISO, это светочувствительность в фотоаппарате. А если ее поднимаешь, появляется много шума на картинках. Тогда нам нужен штатив. Или какая-то стойка, если снимаете на телефон. Опять же, в штативе плюс, если в сложности с постобработкой, с Lightroom, с Photoshop, и чтобы картинку выровнять, чтобы перспективные завалы выровнять, то лучше камеру поставить на штатив. А если я покажу дальше, как кадрировать на шопе, чтобы выравнивать края, тогда не обязательно использовать штатив. Могутные с рук фотографируют. Наверное, переходим к настройкам фотоаппарата. В каждом фотоаппарате есть свой встроенный экспонометр, поэтому для этого не надо покупать экспонометр за 30 тысяч рублей, который будет подсказывать, какие нужно выставить настройки. Обычно, либо внутри видоискателя фотоаппарата, либо снаружи, либо на цифровом экране, это вот обычно такая шкала. 0, минус 2, 1, 1, плюс 2. И вот такая штучка бегает внизу. Следовательно, если она бежит в сторону плюс 2, значит, фотография у нас будет более светлая или засвеченная, если будет в районе плюс 2 стоять. Если минус 2, минус 1, фотография будет более темная. Так как мы снимаем в раве, значит, мы потом можем выровнять экспозицию, сделать светлее или темнее, если вдруг пересветили, не досветили. Тогда лучше шкалу где-то держать ближе к нулю. Ну, или пусть она будет в светлой части, потому что если у нас кадр получается немножко засвеченный, мы его потом в программе затемняем, качество сохраняется. А если мы делаем снимок темный и потом его высветляем в программе, может полезть лишний шум, что тоже не очень хорошо. А в фотоаппарате есть вот справа вверху, где фиолетово, F. F – это обозначение диафрагмы. Как правило, когда мы снимаем работы, объекты, цифра должна быть больше. То есть диафрагму надо прикрывать, чтобы было изображение вещи. Это касается и когда мы снимаем экспозицию на выставке. То есть не получилось так, чтобы какой-то передний край фотографии был резкий, а дальше будет расфокус, будет мутно, потому что маленькая глубина резкости. Диафрагму надо прикрывать. 6,3, 7, 8 – подходящие хорошие цифры для диафрагмы. И еще у фотоаппаратов, особенно бюджетных, тоже есть проблема с оптикой. Если диафрагма будет более открыта, фотоаппарат может мылить края, они будут нечеткими. Поэтому диафрагму лучше закрывать. Здесь 5,6 поставили. Ну, 6,3, 7,1, 8, 9 – хорошие настроения. Далее у нас получается слева, вот 1,3 – это выдержка. Если у нас фотоаппарат на штативе, то мы можем использовать малые выдержки. Но если мы снимаем со вспышкой и с рук, то лучше поставить, например, 1,02. Еще есть такой нюанс. Вспомнил. Если объектив у вас со стабилизатором, и вдруг вы будете снимать со штатива, стабилизатор надо отключать. Иначе фотография тоже может замылиться, так как он будет пытаться его использовать. Со штатива. Если слух, то стабилизатор надо, чтобы был включен. Это в помощь будет. Роман, можно перебью немножко. А вот про диафрагму. А если мы плоскую картину фотографируем, то все равно диафрагма прикрывается? Да, ее лучше прикрыть, потому что если она будет открыта, могут быть края замылены. У некоторых типов оптик, у них хорошие рабочие диафрагмы, они не самые открытые. А так вот мы снимем картину, а у нас там, грубо говоря, в центре все четко будет, а края могут быть не в фокусе. Ну, чисто из-за стекла проблема. Понятно. Спасибо. Вообще у каждого объектива, я не знаю, где эти каталоги, но они есть. Есть такие диаграммы, и там у каждого сказано, что вот при такой диафрагме вся картинка от края до центра будет резкой. При других же диафрагмах начинаются проблемы. Спасибо. В принципе, то, что мы сейчас говорим, это ручная установка в фотоаппарате, режим Manual. Мы ставим, и мы должны совместить ISO, вот это здесь, например, ISO 800. Чем ISO больше, тем шумов больше, тем хуже картинка. Но при этом лучше использовать наименьшее количество ISO. Но если света не хватает, тогда мы ISO поднимаем. Допустим, оптимально 500. Здесь опять же, если фотоаппараты новые, можно повыше поднять ISO. Если фотоаппараты старые, старые матрицы, более шумные, там лучше идеалево ISO 100 оставить идеально. А так ISO 200-300 можно. И мы должны совместить ISO, диафрагму и выдержку, вот эту одну 30-ую, или одну 200-ую, если мы снимаем с рук, и чтобы наш экспонометр показывал чуть-чуть вправо плюс от нуля. Да, но при этом он так нам показывает освещение, например, когда мы будем снимать с постоянным светом. А вот с импульсным он не покажет. Поэтому здесь мы... Вот часто я фотографирую со вспышками. Я использую диафрагму 8, ISO допустим, 500, выдержка 1,200. А дальше я делаю кадр и смотрю, темно или светло. Если темно, то я просто мощность на вспышке прибавлю. А если там засвет, ну, я могу либо ISO убавить, либо мощность на вспышке убавить. В принципе, это такая, наверное, сложная схема, но лучше тогда на фотоаппарате запомнить 1,200 выдержка, диафрагма 6,3-8, ISO 100-500. Выставляем эти настройки, включаем вспышку, синхронизируем, делаем кадр и смотрим. Если темно, увеличиваем мощность вспышки. Так, ну, это я просто вот взял фотографию. Вот там есть разные режимы, режимы на колесиках у фотоаппарата. Нам нужен режим с буквой M. Так, это то, что мы обсудили. Вот выдержка, вот здесь, например, красным объединено одна четырехтысячная, нам нужна просто одна двухсотая. Можно вопрос, что такое M? Manual. Ручной режим в фотоаппарате. Ясно, спасибо. Ну, как правило, в фотоаппарате там есть автомат, часто все снимают на автомате, но для конкретных вещей лучше выставлять ручной режим. Весь экран видно в фотошопе? Да, весь экран. Это пример фотографии с выставки, не специально снятая картина, но любую картину можно поставить на стол, повесить на стену и сфотографировать. В фотошопе самая главная фишка это вот левое меню, вот значок кропа, такая рамочка. Мы когда на нее нажимаем и держим, появляется дополнительное меню и нам нужно выбрать рамочку с такими квадратиками Perspective Crop Tool и с помощью нее мы берем картину, выделяем по краям. Так, то есть потом мы можем вот так подправить четко поставить на угол изображение и следовательно нажать Enter. И вот у нас получается наши картины вырезаны из того пространства, где она была сфотографирована. И следовательно, такое изображение мы уже можем и отправлять, и вставлять куда надо. Даже вот, например, сняли картину на выставке. Она немножко в искаженной перспективе. Чтобы нам ее ровно вырезать, мы берем этот инструмент, наводим на углы. Enter, и все. И картина у нас ровная, как положено, без искажений, с исправленной перспективой. Это Photoshop. В принципе, когда я фотографирую свои работы, финальная версия кадрирования, это Photoshop. Сейчас мы вернемся в Lightroom и про баланс белого поговорим. Насколько я понимаю, есть сейчас сложности с Photoshop и с Lightroom. Конечно, нужно либо находить друзей, у кого есть карточки, работающие за границей. И, например, вот как я вышел из ситуации, нашел такого товарища, через VPN зашел в Турцию, там на новой почте на сайте Adobe зарегистрировался и оплатил. Причем, самое интересное, в Турции Adobe, в Adobe Lightroom и Photoshop дешевле, чем в России. Хотя есть еще какие-то студенческие варианты. В общем, эти две программы, они нам нужны. Без них же, как я возвращаюсь, это надо тогда брать штатив и четко выставлять камеру напротив картины, чтобы четко было без искажений, без завалов перспектива. Тогда потом даже, получается, и в телефоне, в любом редакторе, даже в стандартном, можно сделать кроп и лишнее отрезать. Это вариант, если нет Photoshop и Lightroom. Здесь, сейчас я не нашелся сырых, RAF, это сырой, насколько я понимаю, переводится, ну и понятие сырого файла, с которым можно делать. Я их не нашел, для примера, я взял те же JPEG. Вот, например, вы сфотографировали экспозицию, стенку, да, на выставке. Ну, я здесь подкрутил, она у нас, допустим, желтоватая. В Lightroom есть пипетка, меню справа, вот здесь вот. Это верхнее меню, basic основной. Здесь есть пипетка. Вот этой пипеткой мы должны вкнуть либо в белый лист, либо в цветовую шкалу, если вы ее приобрели, тоже в белую ячейку. И тогда выравнивается баланс белого. Вот сейчас я вкнул в белую стену. Здесь белая стена, и картинка выровнялась. Или вот та же картинка, она висит, она слишком теплая, желтая. То есть, допустим, там было освещение, лампочки теплые, и ваш фотоаппарат сфотографировал так или телефон, что картинка теплая получилась. В Lightroom с помощью пипетки вы баланс белого выравниваете. Здесь же экспозицию выравняете, здесь же выравняете контраст, добавляете. Здесь же есть раздел Detail Sharping, там добавляете резкость. А потом в разделе Library выжмете Export. В разделе Image Size это размер картинки. если вам нужен большой оригинал, здесь ничего не меняйте, оставляйте как есть. Если вам, например, для презентации OpenCore файл нужен небольшой, то здесь вы можете выставить нужные размеры в пикселях, чтобы файл весил меньше. В настройках оставляем обязательно стоя пространство sRGB и отключаете дополнительную резкость. Экспортируйте. Первая строчка Export Location вы указываете, куда экспортируете. Принадобность, если вам нужно поставить водяной знак, сохранить свои авторские права, беспокойтесь, кому-то показывают свое произведение, здесь можно установить водяной знак на фотографии. Насколько я знаю, телефоны тоже сейчас начали делать фотографии в формате RAW. Сам я это не пробовал и не знаю, но вот человек однажды мне показывал. Это тоже позволяет потом манипулировать файлом в более широком диапазоне. Так, у нас есть постоянный свет, импульсный, у нас есть цветовая шкала, чтобы выровнять цветовой баланс, и у нас есть две программы Lightroom и Photoshop. Также, на самом деле, может быть, Lightroom не обязательно нужен, потому что когда в Photoshop мы загружаем файлы RAW, у него есть DNG профиль и титр, по-моему, как дополнительное приложение, как дополнительное окно, которое выскакивает, там те же самые настройки, как в Lightroom. Они немножко чуть по-другому сделаны, но там тоже можно настроить цветовый баланс, контраст и резкость. Теперь я могу показать несколько фотографий с выставок. Как правило, если мы снимаем свою же выставку, свои работы, конечно, здесь многое зависит от условий, где это происходит, какое там освещение. И, как правило, если мы это снимаем, надо к этому относиться как к документации, а не как к творчеству, когда нам хочется снять под каким-то странным углом. Поэтому всегда нужно снять экспозицию фронтально, например, под углом, какую-то стену прямо, или угол стены с захватом, если работы висят. То есть мы работаем прямо, под углом и под 90 градусов, если 2 или 3 работы, прямо на стене, чтобы ровненько было. Соответственно, работа тоже, она вырезана потом была в фотошопе, то есть если это хвост, это прямоугольные квадратные формы, то мы их фотографируем, захватывая стену спокойно, а потом уже в фотошопе вырезаем с помощью кадрирования оставляем только работу без стены. То есть сами работы не надо пытаться сфотографировать и унестить ее в рамку кадра. Ну вот здесь я снял в перспективе, в принципе, главное, чтобы ровненько было. Еще вот бывают ситуации, если вот здесь замечаете, смешивается теплый цвет и холодный, то есть освещение он гостиный двор, дневной свет он белый, а вот лампочка, которая подсвечивает работу или картина, ну, например, желтая. Конечно, потом такую ситуацию сложно выравнивать, поэтому приходится оставлять в кадре и то, и то. И когда в каких-то галереях тоже мешают холодные и теплые цвета, света, это не всегда плюс для работы. То есть как бы передать документацию, саму экспозицию, как она есть, это подойдет. Но когда снимаешь отдельно работу, нам нужна четкая цветопередача, а цвета намешались, это не сложнее потом в Lightroom выкинуть. Но при желании тоже можно. В Lightroom есть кисточка, которой назначаешь настройки. То есть если есть желтое пятно, мы берем кисточку, кисточку делаем настройку на более холодное и поэтому пятну по-теплому кисточкой проводим. Такая ручная работа. Роман, а вот бывает такая распространенная проблема, что вот эти вот споты, которые как бы пятно такое световое дают. Особенно в галерее их любят выключить такой общий свет. И вот только споты, поэтому картина на фотографиях она всегда сильно ярче, чем весь фон. и когда тоже помещение снимаешь, то это плюс-минус нормально выглядит, а вот для репродукции это очень плохо. Я так понимаю, что эту проблему можно исправить как раз придя с двумя светильниками и каждую работу отдельно подсвечивать дополнительно. Да, именно, когда нам нужна репродуктивная съемка, то либо мы с источником светом приходим на экспозицию, ставим напротив каждой работы и снимаем. Это сложнее, куда проще все-таки, когда где-то работа в одном месте находится, выставил свет, там стоит фотоаппарат, и ты просто меняешь картины и нажимаешь на кнопку. По времени, как своим физическим силам, по ресурсам, так, конечно, удобнее и проще, потому что если все развесили и нужно это все снять, вот так под каждую работу свет выставлять, просто больше времени займет физических сил. А так, да, вот пример, когда с потами подсвечено и получается невозможно равномерно показать работу. Обязательно вот это пятно, оно будет вылезать, даже вот здесь вот. Получается, вот он светит, верхняя часть, здесь внизу более-менее ровный свет, а там вот это засветка пятно. Ну, Lightroom чем помогает? Тем, что вручную с помощью кисточки, но если хотите, я могу сейчас показать открытие. И еще проблема тоже, вот видите тоже здесь в верхней части свет, когда падает от спота, он же неровно светит, как я говорил, схеме слева-справа, он где-то под углом тоже там плюс-минус 45 градусов сверху перед картиной. И вот это вот тут что-то высвечивает такое, вот эти неровности, и фотоаппарат их фиксирует, не получается от этого избавиться. То есть при таком освещении репродуктивную съемку невозможно сделать. Я иногда спасаюсь чем? Светом назад. Здесь нужно на максимум поставить вспышку, чтобы попытаться перебить этот свет, тогда мы бьем в потолок назад, тогда может ровно получиться. А так вот, видите, вот эти световые пятна от спотов. и разница между тенью и светом слишком большая. И вот о чем я говорил, вот у нас экспозиция, например, ну это, конечно, идеальный вариант, там пример есть более сложный. Здесь просто куб, прямоугольник, мы делаем фронтально, делаем сбоку, чтобы попадали все стены, ну для документации именно экспозиции выставки, не самих работ, а в целом, как это было представлено, как это прошло. А потом отдельная работа на стенах. Ну так как круглую работу в рампу не вырежешь, поэтому круглую работу приходится оставлять прямо со стеной. Ну хотя в каталог можно также приверстки вырезать в виде круга. Вот это была выставка в галерее Нагорное. Желтые споты, дневной свет. Можно было попробовать, например, произвести тогда съемку лучше, может быть, в вечернее время, тогда свет был бы равномерный. С улицы не попадал бы холодный, тогда картинка была бы равномерна в одной цветовой температуре. Так, когда есть какие-то ширмы, иногда это все усложняет съемочный процесс, надо придерживаться правила фронтально, чуть-чуть под углом, если несколько стен нужно показать. С другой стороны, если есть задача, что именно такая атмосфера должна быть на выставке, значит, надо просто... Это все снято без света со штатива, аппарат, штатив. Это спот, да, вот недавно я снимал выставку в Галерею, но у них освещение было верхнее, и были установлены такие длинные цилиндрические лампы, и от них шел мягкий свет, была равномерная заливка всего помещения, и практически не было теней. Вот такую выставку, такую экспозицию как бы легко снять, тогда будет все ровно, и свет мягкий, и бликов не будет лишних. А когда используются споты, с этим сложнее. Могу еще показать вот работу с кисточкой в Lightroom. Давайте посмотрим, потому что мне интересно, например. Открывается, да? Вот, например, берем эту картину, здесь левый верхний угол, там может быть больше наименований и разделов, но главное здесь Library, это библиотека, откуда экспортируется потом материал, и Develop, где инструмент для обработки. Вот здесь называется Masking, Brush, или кнопка на кулакатуре Care. Открывается меню для кисточки. Вот здесь есть Temp, температура холодней, теплей и оттенок фиолетовый зеленый. То есть, если мы хотим вверх картины, например, мы видим, что он немножко засвечен, мы можем сначала в этом месте вот так поводить, красный это маска, он показывает, куда легла кисть, а потом уже подправить, подправлять. Например, Highlights. Мы убавляем Highlights и белое White. Вот так вот чуть-чуть. И вот мы смотрим. Вот у нас было светлое пятно вверху картины, вот оно уменьшилось, пропало. Вот так вот кисточкой локально можно подправлять какие-то огрехи на изображение. Что касательно температуры тоже. Трубо говоря, вот мы представим, что было вот так, вот я сейчас включу кисточку, вот допустим было так, сюда холодный свет попал. Мы включаем кисточку, делаем кисточку потеплее, делаем кисточку потеплее и превращаем температуру. Ну, я думаю, принцип понятен. Также здесь, кроме кисточки, есть градиент. То, что я вначале говорил, например, если мы снимаем работу отраженным светом от потолка сверху, и у нас низ картины оказался затемнен слегка, как-нибудь вот так вот мы сняли, у нас верх светлый, низ темный. Когда мы файл открыли в Lightroom, мы открыли градиент, это клавиша M, и градиентом в режиме осветлить мы этот темный низ высветляем, тем самым выравниваем изображение. Ну, это здорово. У меня, например, очень частая проблема, особенно, когда светлый, например, рисунок на бумаге, то вот там верх и низ, они по тональности немного отличаются, и я вот страдаю от этого. Рекомендую Lightroom, режим градиентов, который позволит выравнивать изображение. Все равно, опять же, редкий случай бывает, когда художникам нужна картина именно в каталог, чаще ее нужно просто качественно показать кому-то, и поэтому не обязательно прибегать к профессионалу, можно самому все это сделать, и не обязательно покупать вот этот флешметр за 30 тысяч рублей, который будет замерять свет по углам картины, по центру, и тем самым, перед тем, как сфотографировать, мы будем создавать идеально ровный свет. А все это можно будет отправлять с помощью программы плюс-минус на глаз. А если, например, у меня нет фотоаппарата, и есть только смартфон, там есть какие-то отличия, ну, помимо того, что, ну, я так понимаю, что там много на камерах есть ручной режим, и там, в принципе, можно плюс-минус что-то выставить. На смартфоне, да, есть и приложения, которые позволяют менять диафрагму и выдержку, и даже можно баланс белого выставлять, более выходить в ручной режим и управлять можно. Можно я слышу? Да. Вот мы должны, допустим, вот у меня есть только телефон. Когда я фотографирую работу, мне нужно ставить этот А4 лист белый? Лучше да. Лучше ставить. Лучше да. И, например, что делать с освещением, если у меня ничего нет? Я могу показать, что у меня есть, и что происходит, когда я это все направляю на картину. Показать вам? Сейчас, вернемся только к белому листу. И вернусь, точнее, если делаем на телефон, и мы не знаем, где там этот формат файла RAV, да, допустим, но у нас есть Lightroom, и, значит, телефон снимает, не знаю, айфоны снимают в каком-то хейке сейчас в формате. Смартфоны, я не знаю, тоже в хейке снимают, не снимают. Ну, плюс в том, что, когда мы этот файл перекидываем в компьютер, он у нас в виде хейка. Некоторые программы эту картинку не показывают. Когда мы этот хейк закидываем в Lightroom, он потом конвертируется в JPEG. У нас все хорошо будет. И, ну, единственное, лист нам белый тоже поможет, но так как этот JPEG, когда мы нажмем пипеткой на белый лист, все равно может быть погрешность. поэтому еще раз на глаз смотрим на картину, смотрим на экран. А вот еще ловушка. Об этом я забыл. все мониторы, они разные. Есть ноутбуки, есть макбуки, есть стационарные. И они, если не профилированы, у них есть тоже всегда погрешность. Что-то может быть холоднее, что-то может быть теплее. Поэтому здесь нам, главное, как художникам, поймать все-таки нечто среднее. плюс-минус, чтобы не совсем наврать, что картина желтая и не совсем наврать, что картина синяя. Вот. Теперь можем вернуться, что у вас с освещением. Вот, например, что делать сейчас? Естественное освещение просто нету его, потому что мрак целыми днями. То есть что, что придумать? Я уже не знаю. Вот смотрите, что у меня есть. строительный. Что это? Лампочка. Прекрасно. Вот этот. Вот, смотрите. Вот смотрите, что я делаю. Сейчас. Как? Вот. Видите? Ну, рябит. Так. Почему? И что с этим делать? Вот он всегда рябит. Как только становится хорошее освещение, ну, вот от этого именно этот прожектор сразу начинает рябить. И на фотографиях эти черные полосы есть? Да. Частота какая-то в лампочках есть излучением. и телефон и телефон это фиксирует. А там есть ручной режим? Вот какое-нибудь приложение, где можно поменять выдержку? Вот, кстати, выдержку я даже не знаю, я никогда вот это не думала. То есть есть приложение на телефон, которое можно скачать, чтобы делать ручной режим и выравнивать там баланс белого, например, дальше. Да, и выдержку. И нужно подобрать такую выдержку, где выровнится как бы вот внутренняя чистота, грубо говоря, глаза с чистотой лампочки. Да, вот это мне поможет. Значит, приложение... Вообще... Приложение скачивает. Да, да, да. Там в айфоне нужно поменять чистоту кадров. Вот в видео, по крайней мере, если меняешь, по-моему, с 60 на 30, то тогда перестает мигание происходить. И если ты меняешь формат съемки, то есть там есть, ну, типа кинорежим или еще какое-то, вот ты там чуть-чуть поменяй, поэкспериментируй, возможно, исчезнется. Но это по-моему, это видео. Да, ну попробуй с фоткой, может быть, там такая же ситуация. Тут на фото вообще не может быть построен. Ну, вообще-то они могут быть взаимосвязаны, фото и видео. Ну, это отличное замечание, да, есть такая вот частота кадров, она тоже может влиять. И, казалось бы, эта фотография, отличается от видео, но все равно может быть. А еще, может быть, с телефоном что-то? Ну, я попробую себе найти такую же лампочку и посмотреть, только на этом прожекторе он так делает. Или когда вот какой-то, ну, прямо яркий свет, очень сильный, тогда он начинает так делать. И, в принципе, если я какую-то кальку там настилаю, как-то делаю так, чтобы рассеивался он, он делает лучше. Ну, тогда все опять получается каким-то темным. Пакет, и все такое, но это дает какие-то тени лишние, все, какое-то неоднородное. Вот. Идеально, когда на улице пасмурно, это все равно, что большой софтбокс от солнца. Солнце, лампочка, тучи, это мягкий софтбокс. Вот в такую погоду тогда нужно вот ставить работу где-нибудь недалеко от окна, чтобы на нее падал вот этот мягкий и ровный свет без жестких теней и фотографировать. И тогда больше света. Просто, хотя прожектор на вид вроде мощный, но не знаю, но он какой-то вот так вот он светит. Просто вот это надо два. Два надо, два надо, слева и справа. Это вот это аналог, вместо того, чтобы покупать там диодный свет для видеографов, который видеографы используют для видеосъемки. Вот это, кстати, хороший вариант. Только нужно два таких. Слева и справа поставить. Вот сейчас, когда вы на стену светили, на стене был равномерный, легкий, хороший свет. еще можете пойти с телефоном в магазин, где продаются эти лампочки, посмотреть разные варианты, попросить их включить, поднести телефон, посмотреть, будут все они рябить или не все рябить. Они тоже разные. Может быть. И взять два. Слева и справа. У меня вопрос. Хотела уточнить, вот этот импульсный свет, это не софтбокс как раз-таки? Потому что просто по картинке похоже, что он как софтбокс с накрытием штукой и как раз будет рассеивать тоже свет. Или это другое? Импульсный свет и софтбокс это разные. То есть это из разных областей. Софтбокс это просто насадка, которая делает все это мягче. А на импульсный свет можно софтбокс софт насадку налепить? Можно. Вот то, что вначале показывал, бюджетный вариант на камерной санышке. На них софтбокс не наденешь, потому что там есть зонтик на отражение. Есть зонтики на просвет. Но свет тоже будет жестче, лучше на отражение, так будет мягче. Если у вас есть вспышки, на которые одеваешь софтбокс, это лучше, свет мягче. Мягче распространяется, это лучше. Еще вот Тамара говорила, иногда можно вот эту кальку приложить к вспышке, тоже будет. Она будет съедать мощность, она будет делать мягче. также к вспышкам можно приложить. Понятно, спасибо. То есть салтбокс это насадка для вспышки. Так, друзья, у кого-нибудь еще вопросы к Роману остались? Да, скажите, Роман, а вот если, допустим, я не работаю с изображением Lightroom, а экспортирую его в TIFF, и уже тогда через Photoshop правлю там цвета или освещение, там, градиенты какие-то, ну, накидываю, это, ну, это нормально или все-таки лучше в RAV все это проделывать? Ну, просто TIFF, он же больше информации сохраняет, как бы. Он сохраняет больше информации, там есть 8-битные, 16-битные, большинство диапазон, но первичным исходником является RAV, и лучше там задать стартовые параметры, а вот уже потом из RAV там же есть возможность и в TIFF сохранить, чтобы больше информации было и в JPEG. Если требуется, например, для печати потом файл с большей информацией, с большим цветовым диапазоном, чтобы хорошо передавалось при печати, например, тогда, опять же, берем RAV, но конвертируем его в TIFF. А дальше уже в зависимости от художественных целей, конечно, можно тут любые манипуляции потом с TIFF лучше, чем с JPEG, в Photoshop. Кривые, цвет, контраст. То, что вдруг не хватило сделать это с помощью RAV, если в RAV что-то не хватило, все потом можно сделать в TIFF. Но RAV, он переличный носитель информации. Роман, я вот, например, для себя четыре вещи записал, которые мне казались, ну, даже показались неочевидными и большое вам спасибо за это. я теперь буду применять и теперь мои репродукции станут гораздо лучше. Класс. Ну, всегда, если есть помощь, можно написать мне. в смысле нужная помощь. репродукции Супер, спасибо. Тогда, Роман, большое вам спасибо. Взаимно. Вот. Очень полезное выступление. Да, у меня тут запись стоит, поэтому все сохранится в записи. Вот, и можно будет потом пересмотреть. Еще раз вам большое спасибо, и тогда до встречи на выставках разнообразных. встречи всем. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Счастливо.